Хорошее какое покрытие, а? Молчать, слушаю. Мини-футбол, волейбол, баскетбол и другие спортивные игры проходят в новом спортзале поселка Красное. Ремонт здесь завершился месяц назад. Однако из-за введенных ограничений принять всех желающих зал не может. И народ ходит. Ждет, не дождется, когда уже все это снимать, все эти ограничения не было здесь. Ну, мы же разрешаем проводить занятия. Ну, ограничены. Ну, мы приглашаем по три человека, ребят, но приходят они сюда, может выгонять, не будем. Но здесь они побегают, тасуются. Сейчас у нас тренажерный зал занимается, можем туда пройти. Тренажерный зал оснащен всем необходимым инвентарем. Гантели, штанги, беговые дорожки и многое другое. Не хватает только квалифицированного тренера. Заниматься спортом в красном скором времени можно будет и за пределами спортзала. Сейчас разрабатывается два проекта. Один из них – площадка с резиновым покрытием, на котором будет расположен полный набор силовых элементов. Второй – поле для мини-футбола. Поле для мини-футбола – это проект в рамках комфортной городской среды, а это площадка в рамках средств благоустройства, которые предоставил нам Заполярный район. Все законтрактовано. Все, да. Работы идут, да. К концу лета сделали. До первого сентября сдаются вот эти объекты, и до конца сентября сдаются народное освещение еще этой территории дополнительно. Ну, так не активно как-то работает. Нет, все привезено. Плитка ее, текстиль, щебень, заказаны, так, элементы где-то идут. И ждут они бетонный бордюр, вот на ту площадку он идет тоже морем тогда. То есть, в принципе, все успевает. Далее Юрий Бездудный посетил поселковую школу. Она уже готова к новому учебному году. В Рио губернатора провели по начальной школе, показали расположение классов. После посещения гордости школы, галереи и славы. У нас здесь проводят разные представки, Юрий Васильевич. У нас дети в Красном довольно всегда выделяются на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. И мы здесь организуем частенько всякие выставочные работы ребят, которые они достигают успеха. Поэтому это у нас такой холл специально создан для наград для нашей школы. Следующая остановка – школьный музей. В нем уже два поколения учеников собирают экспонаты для выставок. Одна из экспозиций музея посвящена участнику аленонтранспортных батальонов Алексею Литкову. Его, так скажем, заслуги, они были написаны на ненинском языке в первом ненинском буква «Э». В юбилейный год Победы на территории около Красновской школы в рамках акции «Сад памяти» высадят 100 деревьев. То есть в 2021 году 100 лет муниципального образования, 90 лет колхоза, 75 лет Победы и мы 100 деревьев посадим память. И 100 деревьев посадим память. Что, у тебя хорошее место какое-то? Чешка отмечается. Еще одно учреждение, которое посетил Юрий Бездудный – детский сад. Его территория нуждается в благоустройстве. Травки не хватает. Не хватает. Антон Геннадьевич, где травка? Мы планировали благоустройство, до этого общались. У нас сейчас возможности нет отремонтировать. Такого быть не может. Надо находить возможности. С департаментом строительства о том, чтобы была бы есть такая возможность каким-то образом нам помочь даже здесь. Александр Александрович, не хватает чего-то в этом детском саду. Вероятно, газона. Вероятно, газона, да. То есть, конечно, это хорошо, когда так много песочниц, да, но хотелось бы, чтобы помимо песочниц были еще и газоны. Данный вопрос Юрий Бездудный поручил профильным ведомствам решить до начала учебного года.